Всем привет! Сегодня 5 сентября 2020 год И у нас сегодня опять обзор дороги Очень много было комментариев, чтобы я сделал обзор дороги Днепр-Кривый Рог И вот мы здесь и делаем этот обзор Хочу вам сказать, мы сейчас уже выехали за Днепр немножко И уже если вы видите, вот стоят такие оградительные заборы Походу здесь уже ведется строительство, то бишь уже будет что-то интересное Итак, вы на канале Мотолайф, я Комбат И у нас сегодня обзор дороги Днепр-Кривый Рог Поехали! Выехали мы из Днепра Сразу наблюдаем, что одна полоса перекрыта Едем по левой полосе Это у нас трасса М04 Проезжаем метров 100 и выезжаем на свежесделанную дорогу Сколько лет мы мечтали о том, чтобы сделали эту дорогу И вот свершилось Ремонт этой дороги, а вернее капитальное строительство Началось всего месяц назад где-то И сейчас мы посмотрим, что уже сделано Вот целый Днепр видим, что дорога по правой стороне тоже сделана Но по ней пока ехать нельзя Видим, что работает техника По обочине прошелся грейдер, но мусор еще не убран Проезжаем Виаду к объездной дороге на Запорожье Справа видим столбики оградительные, не знаю Или это новые, или от старых еще осталось Дальше по левой стороне видим освещение на солнечных батареях С ветряками и съезд Это место для габаритного вагового комплекса То бишь здесь будут взвешивать все фуры Которые едут по направлению Днепра Сейчас он не установлен, пока идет строительство дороги Вот мне было всегда интересно Кто виноват в том, что перегруженные фуры гробят дорогу У меня два варианта Первый, это сам грузоперевозчик И второй, это заказчик Который преднамеренно загружает транспорт не по нормам Напишите в комментариях ваше мнение Если эта тема будет интересна То запишу интересное видео для вас по этой теме Проезжаем БК Видим, что дорога в двух направлениях сделана Но проезд все еще ограничен Для тех, кому надо на Каменское, съезд вправо А тем, кому на Кривой Рог или Пятихатки Еду дальше прямо Справа наблюдаем много техники Обращаю внимание На съезде грузовики нанесли на новую дорогу грязь и щебень Поэтому на мотоцикле внимательно По краям дороги на обочинах наблюдаем кучу срубленных деревьев и кустов Расчищают посадку вдоль дороги Проехав 17 км по новому асфальтобетону Дорога закончилась И мы едем по старому покрытию Дорога усеяна неглубокими ямами Видно, что делался временный ямочный ремонт Но, как всегда, в шахматном порядке Но оно и понятно, что экономически невыгодно это делать Так как, такими темпами Как сейчас делают эту дорогу Думаю, через пару недель здесь снимут этот асфальт Вообще, эту дорогу делают От границы города Днепр И до Кринчанского поста И по планам, этот участок Должны сдать полностью в эксплуатацию В январе, если, конечно, не будет Каких-то погодных катаклизм Или еще что-то На что богата наша страна С правой стороны опять видим готовый отрезок дороги И здесь хорошо виден срез дороги Толщина внушительная Делается на совесть Хотя в интернете любители покритиковать и обхаять Пишут всякую ерунду по этому участку Причем, реально сюда даже не приезжали Вот, кстати, асфальтоукладчик Приятно смотреть на технологический процесс Раньше 20 человек разбрасывали асфальт лопатой Уровень под нитку И ровняли швабрами Вот еду и думаю Вот реально много сделали За какой-то месяц Приближаясь ко второму посту Видим еще один участок Где интенсивно ведутся работы Снимается верхний слой асфальта Техники немало задействованы И вот мы съезжаем на свою полосу И по ямам и кочкам Доезжаем до второго поста Весь этот отрезок 40 километров И в совокупности половина уже точно сделана Так, проехали мы первый отрезок Это порядка 40 километров от города Днепр Ну, видели, что все время мы ехали не по своей полосе Вначале где-то 17 километров мы ехали по хорошей дороге А дальше мы уже ехали не по отремонтированной Ну, во всяком случае, я хочу вам сказать Что очень масштабно все идет Делаются дороги Кстати, мне кто-то там говорил Поедь посмотреть эту дорогу Потому что они асфальт просто на песок кладут Ага, посмотрите Там, блин, сантиметров 20 только подушки А дальше еще асфальтобетон идет Поэтому вот это, что там рассказывают Только Могу поговорить Ну, все вы видели Сейчас мы находимся на посту Кривничанском Здесь пост ГАИ Дорога эта будет делаться по этот пост Ну, как писали в новостях, во всяком случае То есть дальше на Кривый Рог Она почему-то не продолжается Но я слежу постоянно за дорогой Которая идет все-таки на Кировоградскую область Потому что вот Кривый Рог прямо Мы едем и направо здесь поворот На Пятихатке и дальше На Кировоградскую область Так вот, две недели назад Тендер как бы состоялся Все нормально Сейчас я смотрю в новостях Что какая-то жалоба Тендер заново или что-то будет делать То есть хватает людей, которые палки в колеса ставят И не хотят, чтобы делались дороги Ну, блин Я за этой дорогой слежу четко И если что-то не так Я буду снимать видео, рассказывать вам Потому что очень важна эта дорога На Кировоградскую область Ну что, мы сейчас едем дальше на Кривый Рог И сейчас я вам покажу Какое же там дорожное покрытие Поехали Мы продолжаем наш путь в сторону Кривого Рога Дорога, как вы видите, не сахар Хотя видно, что пытались ремонтировать Но, как всегда, монетку бросали Какую ямку латать, а какую нет Ямы и наплывший асфальт на протяжении всей этой дороги Поэтому расслабиться не получится Особенно часто встречаются ребра асфальта С правой стороны дороги Поэтому старайтесь не ехать по правой стороне Слева видим отлично сделанную дорогу Но, как оказалось, это просто отрезок Но он есть Чем ближе к Кривому Рогу Тем ямы реснее и глубже На машине не увильнешь Но есть участки и без ям Но наплывший асфальт остается Еще и дождь начал идти Чтоб жизнь малиной не казалась Вот дорога переходит в двухполосное движение И мы на отличной дороге С разметкой Я уже грешным делом подумал Что такая дорога уже аж до самого Кривого Рога Но через 2 километра опять старая дорога По ней так едем около 2 километров И опять едем по новой дороге Но ненадолго Во всяком случае Периодически встречаются новые куски дороги А на старой ям практически нет Пока мы не выехали в населенный пункт Софиевка Здесь просто ужас и кошмар Дорога усеяна ямами А самое страшное Огромные колеи От наплывшего асфальта Кто ездит на мотоцикле знает Что если попал в такую колею То очень сложно с нее выехать Особенно если надо резко То яма в колее То встречка летит А когда еще и дождь прошел Вообще веселуха Некоторые участки были сильно аварийные А некоторые относительно нормальные После Софиевки наблюдаю реверсивное движение Неужели делают дорогу? Так и да Видно, что начали недавно Снимают верхний слой асфальта Как сказали строители Они грубо говоря Софиевки будут делать дорогу до Днепра Это по трассе Н11 До Кринчанского поста Это где-то 40 километров Это прекрасная новость Как бальзам Залечило мое негодование Пока я ехал по этим колдобинам Редактор субтитров А.Семкин Порадовало еще то Что фрезеровать начали встык Уже к готовой дороге И перехода видно не будет Мы выехали на отличную новую дорогу С разметкой И облагороженной обочиной И уже ехали и балдели По такой дороге мы ехали километров 40 Аж до въезда в Кривой Рог Ну что я подытожу Проехались мы дорогой От Днепра до Кривого Рога От Днепра до Кринчанского поста Дорога делается Причем такими хорошими темпами Это радует Наконец-то боги повернулись С лицом к Днепру Днепропетровской области Это радует Но дальше От Кринчанского поста До Кривого Рога Вначале у нас опять Практически нет дороги Ямы И наплывший асфальт Да, выполнил ямочный ремонт Но как всегда в шахматном порядке Наплывший асфальт никто не счесывал Поэтому он так и остался Местами по обратной стороне дороги Кусками сделана дорога Причем капитально сделана Но это все кусками Самый плохой участок Лично для меня это был в Софиевке Мы ехали после дождя Наплывший асфальт Ямы Причем наплывший асфальт Такими гребнями Что я просто сбавил скорость До 15 км в час И просто ехал Потому что реально стремно Машины обгоняют Ну а очень аварийный участок Уже все на свете Всякий матюхий сказал И тут после Софиевки Наблюдаем Что дорога делается Видно что ее начали А-ля неделю назад Делать потому что Снимается сейчас Верхний слой асфальта Все таки я думаю Что именно от Софиевки В сторону Днепра Эта дорога будет сделана до конца То есть это как бы Первая ласточка Что что-то начала делать И это хорошо После Софиевки Мы выезжаем На полностью сделанную трассу Был Крывом Рагу Позапрошлом году Этого ничего не было Вот реально За прошлый год За год вернее Сделали эту дорогу Полностью готовая С разметкой Знаки светоотражающие Обочина обустроена Все суперски То есть не доезжая До Кривого Рога 40 километров Вы едете просто По автобану Это радует Надеюсь что И до Днепра Сделают такую же Ну что Вывод то Что Дороги делаются Сейчас конечно Плоховато ехать Но я думаю Еще годик И мы От Днепра До Кривого Рога Будем Просто летать И так Если вам было полезно Это видео Подписывайтесь на канал Мотолайф Ставьте лайк Бейте в колокольчик Чтобы не пропустить Следующее видео И до встречи на дорогах Пока Субтитры сделал DimaTorzok